здравствуйте друзья это снова канал веселый дженер меня зовут андрей и эта тема была мне навеяна одним из моих подписчиков и он же мне помог то сказать осознать что эта тема должна появиться на моем канале как правильно выбирать заготовку для изготовления деталей почему именно эта тема потому что этот подписчик он не попросил это сделать потому что на его рабочем месте возникла дилема из каких все-таки заготовок лучше изготавливать определенные детали я попробую сегодня это вам объяснить видео будет недолгим поэтому смотрим расслабляемся и пьем чаек и так давайте вот на примере вот этого чертежа к примеру 1 там будет несколько чертежей у нас это первый чертеж давайте на нем рассмотрим сначала я немножко как обычно по придираюсь я люблю придираться к чертежам различным это я все смотреть не буду это такая мишура тут очень долго бы и нудно можно все это анализировать и разбираться давайте перейдем к примеру шероховатость посмотрим давайте давайте хорошо шероховатость красивый такой возьму розовый цвет шероховатость 32 понимаю зуб фрезеруется да зуб фрезеруется внутренний зуб у нас шероховатость 16 вот мне интересно автор этого чертежа как все таки такую шероховатость получить это раз вопрос а второй вопрос а для чего такая шероховатость должна быть именно поэтому внутреннему зубчатому венцу я думаю что автор мне ответит есть конечно технология шлифования внутреннего зуба потому что здесь достаточно большой диаметр и это тоже будет один из аспектов выбора заготовки для данной детали но все-таки конструктора уважаемые господа если вы задаете какие-то технические характеристики все сдать какие-то точные размеры вы всегда должны понимать что это настолько увеличить себестоимость продукции что просто можно упасть в обморок хорошо посмотрели проанализировали тут везде 32 такой обычная шестереночка ничего особо тут выдающегося нет какая-то твч обработка или просто указана такая до торцев делается ну хорошо такую же заготовку выбрать для такой детали естественно таких деталей до шестерни какие-то тела вращения есть только одна дилемма что выбирать либо это будет паковка либо это будет прокат потому что прокат достаточно такое тоже изделие недорогое но опять же паковка недорогое если массовое производство предположим что у нас такое среднее серийное производство и для изготовления вот этой детали я бы использовал именно паковку потому что почему если вы берете прокат но вы представляете себе что такое прокат то есть прокат это для данной детали это будет у такой кусочек кусочек как это называется на производстве говорят блинчик до блинчик 220 миллиметров практически а в диаметре да и вам нужно будет представьте 194 нужно будет то есть нужно будет расточить вот этот диаметр да то есть на размер 194 это же обалдеть можно то есть если мы берем примерную технологию что нужно будет сделать естественно надо будет сначала просверлить дату сверлом пройти сделать отверстие дайте нибудь это схематично допустим сделать отверстие да какое-то чтобы туда бог войти резец и потом резцом методично растачивать растачивать до диаметра 194 но пускай мы сверло возьмем там на 50 миллиметров до мужа слишком большая сверла тоже не есть хорошо это все нужно будет растачивать потом нужно будет долбить зубчатый венец фрезеровать наружный зубчатый венец и так далее то есть однозначно для этой детали я из своего опыта рекомендую упаковку но естественно почему я сразу обозначил что это будет среднее серийное или крупное серийное производство потому что если это единичное производство или какая-то ремонтная служба то естественно однозначно прокат упаковку никто делать не будет это достаточно дорогостоящий процесс в плане подготовки производства хорошо определились видят детали вот такие тонкостенные с большими внутренними диаметрами однозначно делаются только с какие-то спец заготовка это может быть упаковка да то есть потому что будет приближена к форме то есть это будет как колечко такое да вы будете только его просто щит протащить по наружу по торцам и так далее ну поехали дальше вторая деталька не ругайтесь что качество не очень просто именно попросили разобрать такие чертежи поэтому будем разбирать именно эти чертежи ну что по придираемся к чертежу что ж тут можно придраться давайте смотреть так 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 плоскостность плоскость и задано мне кажется но лично мое мнение здесь как увидите 02 шероховатость это шероховатость скорее всего но естественно полировка будет полировочка полировочка здесь скорее все будет установлен какой-то подшипник внутри скорее одно игольчатый я думаю да потому что такая шероховатость чтобы ролики непосредственно будут соприкасаться с поверхностью но это конструктура ведь не что здесь стоит конечно я думаю что будет роликовый подшипник и здесь посмотрите что у нас задан так радиальное биение две сотки и плоскостность то есть но плоскостность надо чтоб торис не уходил никуда да и в то время он еще был завязан от базы а в принципе в принципе неплохо да сделано можно было задать конечно два биения и задать допустим параллельность торцев одним допуском но это уже такие тонкости не будем в это сильно вникать в принципе мне здесь все нравится зубчатый венец по зубчатому венцу шероховатость 04 но зачем такая шероховатость вы что делаете космические корабли но может быть если вы даже делаете космические корабли то от этой шероховатости если у вас будет примерно 063 шероховатость да или даже 125 поверьте вы не услышите никакого отличия если конечно вас шестеренки не будут где-то работать в механизме на котором будете вы спать головой но не думаю что он так есть поэтому обращайте внимание не задавайте сильно такие точные допуски особенно по плане шероховатости паша получить достаточно сложно это комплекс определенный мир то есть это и подбор шлифовальных кругов и суш и определенной жесткости оборудования и режимы резания выхаживания это все норма часы это время себестоимости так далее то есть зачем это все делать господа конструктора думаетесь ну да ладно смотрите здесь для данной детали тут вариант какой если большие слишком слишком уже большие планы выпуска дата есть смысл изготовления поковки но здесь в данные детали да вот именно в этой детальке если примеру вы несколько тысяч или там тысячу деталей таких 500 тысяч в день делаете то я бы рекомендовал изготавливать из паковки все-таки припуски будут более равномерная да то есть вы будете обтачивать но все зависит я же говорю что еще какая у вас технология у вас универсальный станок небольшие планы то тут не принципиально и эту же детальку можно вполне удачно делать из проката из проката то есть посмотрите если вы берете прокат вам достаточно вот у вас здесь сколько вас 30 33 с половиной до отверстия и сколько до 33 с половиной то есть вы можете в принципе да на 30 зеленым цветом на 30 его просверлить да и потом расточить рубля полтора миллиметра на сторону будем говорить за два прохода или за один проход оставляя еще припуск под внутреннюю шлифовку и полировку соответственно вы должны оставить и по наружному диаметру если у вас 53 вы можете там взять прокат на 60 и снять буквально там не какие-то это получается по три с половиной миллиметра на сторону и вполне нормально обработать в этом варианте можно брать как прокат так и паковку ну тут все зависит от того а дальше уже то это тонкости выбора здесь по металлоемкости вопросов нет можно ли ту или ту но уже зависимости от технологии обработки надо уже смотреть более более конкретно в этом варианте можно брать и прокат и паковку но я бы все равно выбирал паковку если это крупно серийное производство если это мелкосерийное производство то есть допустим 100 штук в день даже да то я бы выбрал конечно аккуратно нарезаны прокат на этом все друзья если было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки делитесь с друзьями пишите свои комментарии что я еще не сказал и что еще мне нужно рассказать будущем пока пока